так всех приветствую сегодня мы научимся создавать задачи в битрикс для этого мы переходим в группы и в определенной группе мы создадим задачу по шаблону переходим в группу это 1с переходим дальше на вкладку задачи и для того чтобы нам в списке задач из списка задач создать задачу по шаблону нам необходимо перейти вот сюда вот и выбрать шаблон задачи для это 1с так как это шаблон в шаблоне уже указаны по умолчанию некоторые поля что облегчит нам создание задачи и ускорит нам на работу и и меньше времени мы потратим на то чтобы создать первым делом мы всегда указываем название задачи то есть в данном случае мы должны указать задач название задачи таким образом чтобы она была понятна чтобы было понятно зачем мы делаем и для чего но и при этом чтобы название было кратким ну например мы укажем что настройка процесса по согласованию договоров поставки для юридического отдела чтобы ну можно указать просто для ускорения или оптимизации работы юридического отдела чем проще и короче название и чем она понятнее тем быстрее в списке задач будет понятно о чем речь вообще и какому результату мы должны прийти далее под названием задачи кстати название задач является поле обязательным и его необходимо заполнить в первую очередь это уже говорил так же если задача приоритетная мы можем ее выделить вот таким вот флажком что она является приоритетным далее в цели задачи мы указываем зачем для чего и какой результат ожидается при завершении задачи ну в данном случае я здесь писать ничего не буду здесь нужно просто описание сделать также и по описанию задачи нужно описать концепт и то эти настройки которые необходимо будет сделать при необходимости мы можем использовать чек-лист в котором можем описывать пункты выполнения этой задачи и соответственно по нему выполнять определенные действия например я укажу что там какой-то первый этап есть второй этап там тестирование там инструкция ну и так далее да теперь здесь расположена информация просто для того чтобы не забывать что заполнять и для чего это нужно я ее пока удалю она временная и мы переходим плавно к участникам данной задачи здесь нам необходимо обратить внимание на то что есть ответственный это по умолчанию для шаблона указываюсь я но вам необходимо будет себя здесь поставить как это сделать можно убрать меня поставить соответственно того человека кто является ответственным за результат либо несколько человек либо например можно указать отдел конкретно например да то есть например сейчас а вернее здесь можно выбрать из отдела до конкретное лицо соответственно здесь я указываю пока себя я являюсь ответственным дальше выводим постановщика постановщик по умолчанию ставится тот человек который создал задачу но в рамках нашего планирования и нашей работы постановщиком является заказчик и здесь необходимо указать главного заказчика соответственно выбираем заказчика из также структуры можно его выбрать либо из последних да с кем вы работали ну выбираем например я сейчас выберу например моего непосредственно руководителя дальше в наблюдателях автоматически устанавливается по шаблону непосредственный руководитель и наблюдателях мы всегда указываем тех людей кто должен иметь доступ к этой задаче и видеть ход выполнения этой задачи в различных отчетах либо в различных канбанах либо в списках задач но по умолчанию здесь выведена пользователь ну непосредственно руководитель именно в группе это 1с для других кто будет использовать 1с шаблон то им нужно будет указать другого наблюдателя далее мы должны указать крайний срок соответственно указываем здесь всегда последнюю дату итерации она либо двухнедельные двухнедельные либо трехнедельные указываем здесь например у нас сейчас итерация длится 2 недели указываем здесь конец итерации нашей то есть восьмое число четверг и окончание завершение 18 часов завершение рабочего дня то есть указываем здесь срок далее вот здесь вот еще есть обращаю внимание что есть 3 чекбокса которые можно заполнить для того чтобы например вы могли как ответственный менять сроки задач если для этого необходимо если вы работаете с задачей 2 недели и вам не нужно исключить выходные и праздничные дни для того чтобы работать открывать рабочий день и закрывать его то тогда нужно нажать на эту галочку и если вы хотите чтобы после завершения постановщик принял работу от вас посмотрел на результат и после этого только завершили задачу то необходимо нажать на принять работу после завершения задач в данном случае я сейчас укажу все галочки и постановщиком укажу своего непосредственного руководителя кто мне поставил задачу либо это может быть заказчик если он есть в системе и он непосредственно ставил для вас задачу дальше в дополнительно необходимо указать проект он по умолчанию у нас стоит по той группе из которой мы создали шаблон поэтому нам здесь ничего в принципе заполнять не нужно просто проверяем если например он относится к другим проектам либо группам нужно тогда из всех групп из всех проектов их найти это тоже довольно просто вводим наименование и ищем дальше учет времени нужен для того чтобы вы планировали и оценивали задачу по своим трудозатратам на ту итерацию в которой она будет выполняться соответственно здесь мы указываем плановую оценку на то сколько вам необходимо времени чтобы выполнить ее например в часах 8 часов мне необходимо для того чтобы я ее завершил данная информация отображается в отчетах по трудозатратам то есть за определенный период времени можно сформировать отчет по план факту посмотреть разницу между планом и фактом сравнить сколько времени было потрачено как-то проверить себя за день за неделю за месяц ну и так далее то есть довольно полезный инструмент для планирования и отражения факта далее для того чтобы например не забыть о задаче если например очень много задач можно использовать напоминание задачи либо сообщением в битриксе либо по e-mail да далее переходим в теги в тегах мы указываем как правило систему которая у нас используется в которой у нас выполняются настройки ну соответственно документ оборота выбираем список тегов расширяемый его можно видеть в канбане я дальше покажу он виден в канбане для каждой задачи он виден все теги видны в списке задач и в самой задаче непосредственно дальше переходим к пользовательским полям здесь заказчик и проект это поля не обязательно они носят такой рекомендательный характер пока и мы их заполняем если сами для себя хотим установить проект к кому он относится и укрупненно к тому заказчику который он относится к сожалению эти поля и значение их можно дополнять но нельзя выводить значение временно если нам согласуют соответственно возможность их выводить в список значения значит будет нам счастье и мы сможем увидеть это укрупненно и анализировать соответственно далее если например задача является не текущей вернее если эта задача является текущей и она необходима или проектной и по ней необходимо привлечь разработчика и на ней есть оценка по ней оценка по выполнению данной задачи именно в разработке то необходимо указать здесь сервис да и указать какой задачи в ITSM 1С относится и указать плановые часы разработчика данная информация будет анализироваться в списке задач будет проще анализировать принимать решение при возникновении каких-то проблем либо неточностей в принципе все мы все заполнили если у нас задача является задачей там 1 2 3 и так далее то есть каким-то неким этапом да для выполнения проектной задачи то нам необходимо указать что она является под задачей для другой задач соответственно здесь мы можем найти ее по либо ID либо по названию после того как мы ее найдем укажем здесь у нас появится что мы связали ее и тогда у нас будет две задачи связаны между друг другом это также необходимо для того чтобы на более верхнем уровне наши топ-менеджеры наши заказчики могли видеть нашу загрузку могли видеть количество задач могли прозрачно планировать работу по разработке и оценивать и видеть результаты наших действий также с помощью канбана и с помощью другой группы в данном случае я все указал все что необходимо мы ставим задачу она создалась и появилась у нас соответственно в списке сейчас мы ее найдем вот она у нас появилась создать и настроить процесс это я раньше создавал так вот настройка процессов согласования договоров поставки для оптимизации работы юридического отдела соответственно как приступить к работе данной задачи мы нажимаем вот если у нас в задаче есть вот такая настройка время для выполнения задачи соответственно тогда у нас в списке задач вот здесь в списке задач мы можем приступать к работе для нее вот таким вот образом и у нас пошел счетчик времени то есть трекаем время непосредственно здесь после того как мы завершили мы нажимаем стоп и у нас по данной задаче время учитывается вот здесь чтобы например отразить пост фактум время который потратили на эту задачу можно добавить соответственно время и указать комментарий к нему то есть например там тестирование данная информация будет занесена в задачу и будет видна в отчете по трудозатратам то есть если я сформирую сейчас на 1 октября или на 1 октября отчет по моим задачам для меня ответственного да то я увижу для группы 1с я увижу эту задачу настройка процесса согласования вижу что я потратил сегодня на нее 1 час она всего 8 всего я на нее потратил фактического времени 1 час соответственно видно кто ответственный видно срок выполнения и видно общее число часов которые я потратил сегодня за этот период времени на все задачи далее как еще можно трекать время непосредственно из открытия рабочего дня то есть например в 9 часов приходим открываем рабочий день и у нас в плане на день мы можем заносить сюда все задачи то есть если мы например трекали какую-то задачу то она у нас попадает в план на день любую задачу мы можем к ней приступить с помощью вот этого меню начать учет рабочего времени и тогда вот здесь отобразится сверху что мы приступили к работе вот у нас идет отсчет если хотим прерваться то соответственно нажимаем кнопку паузы если хотим добавить в план рабочего дня задачу как другую то мы можем перейти так же в список задач например и вот добавить задачу через это меню добавить в план рабочего дня теперь по поводу канбана что касается того как задачи двигаются по канбану нашей группы во первых необходимо настроить себе фильтр таким образом чтобы у вас выводились ваши задачи то есть указать здесь дополнительные добавить поля по ответственному например проекту постановщику статусу то есть тут довольно много полей их можно все выбрать по одним всем отбираться фильтроваться например я назначил себе фильтр это мои задачи по мне моему ну то есть я ответственный если ответственный являюсь и указал статусы которые мне интересуют то есть кроме завершена чтобы завершенные здесь не отображались уже в этом канбане настроены триггеры по которым у нас задачи будут переходить от одного стадии в другую в другую например если мы если мы если мы сейчас начнем начнем учет моего времени то данная задача сейчас ждет выполнения поэтому она находится в первой стадии так сейчас мы посмотрим сейчас мы посмотрим на то как задача переходит от одной стадии к другой вот мы начали счетчик время она перешла на соответственно задачи в работе вот эти две задачи например мне нужно ее перевести на в готово тогда соответственно я ее завершаю и она у нас переходит в готовый скрывается потому что у нас я сейчас отображаю только все кроме завершенных задач то есть если я сейчас покажу то вот она у нас переместилась автоматически соответственно у этой задачи если я хочу переместить ее на стадию внедрения готова к выпуску ну например мы ожидаем еще что от заказчика придет какие-то правки и мы пока не готовы к выпуску но задача уже почти готова и готова к внедрению или например нам нужно актуализировать инструкции соответственно мы можем как сделать мы можем вот здесь на стадии указать вот этот вот вот эту стадию и она у нас соответственно переместиться нужно обновить страницу тогда она у нас окажется здесь к сожалению по данной стадии автоматизации пока нет вот но вскоре что-нибудь придумаем и сделаем соответственно если мы ее завершаем либо мы хотим ее вернуть например мы хотим завершенную задачу вернуть в начало мы можем ее возобновить и таким образом она у нас окажется в начале если мы хотим ее например начинаем учетную рабочее время нас переходит в статус выполняется она у нас переходит тогда задачи к работе если мы хотим ее обратно на предыдущую стадию нам нужно на паузу нажать соответственно она у нас переместиться в начало канбана сейчас мы ее найдем например сейчас мы ее найдем так еще раз мы ставим ее на паузу и и так почему то у меня не переместилось но мы можем например на счет по другой задачи задачи попробовать а я понял почему потому что данная задача у нас находится в плане нашего рабочего дня и поэтому она у нас назад не может следующей задачи вернуться то есть для этого мы например сейчас уберем ее из рабочего дня убираем убираем из рабочего дня и вот сюда можно посмотреть задачу здесь тоже вторую мы убираем задачу соответственно мы переходим в канбан и теперь мы ее начнем учет рабочего времени посмотрим где она у нас сейчас здесь на паузу поставим почему то не переместилось ну ладно хорошо завершим их вот я говорил что у нас стоит здесь галочка постановщика что он должен проверить будет мою работу но в данном случае я выполню за него продемонстрирую что-то я не принимаю в работу и задача уходит в готово вот они эти две задачи естественно я их вижу там ну например я не хочу их видеть хочу видеть так вот вот в принципе и все то есть это базовые вещи которые сейчас настроены которые необходимо соблюдать при создании задачи и естественно планировании спасибо всем спасибо спасибо спасибо